ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ССССР ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР Именно олимпиец. Да, от результата этого поединка многое зависит. Во-первых, станет ясно, кто же из этих двух замечательных спортсменов войдет в состав сборной, которая в сентябре 1973 года отправится в Тегеран на чемпионат мира. Во-вторых, восемь раз встречались между собой заслуженные мастера спорта киевлянин Владимир Гулюткин и красноярец Иван Ярыгин. Восемь раз. А результат этих встреч пока ничейный. 4-4. Молодость побеждала опыт, потом было наоборот. Осторожно ведут схватку борцы. Начиная с 1969 года превосходно изучили друг друга. Не спешат идти на обострение. Прогнозов накануне мы слышали много. Но оставим их. Как говорится, ковер покажет. Заканчивается первый период. Что можно сказать о нем? Спортсмены посвятили его разведке. Гулюткин дважды спасал свое положение бегством с ковра. Вы видели это. Но все-таки активной атаки пока не было. Минутный перерыв. Говорят, что за это короткое время спортсмены не столько успевают отдохнуть, сколько освежают себя воспоминаниями. Сравнивают, сопоставляют. Все ли развивается именно так, как предусматривает план, составленный накануне совместно с тренером. Есть что вспомнить и нам. Красноярск уже готовился принять впервые в своей спортивной биографии лучших борцов страны. Готовился и пристально следил за ходом поединков на розыгрыше командного кубка мира, который проходил на этот раз на американском континенте. Там находился и Иван Ирыгин, капитан и комсорт сборной команды советских борцов. Приятные вести приходили из Америки. Что и говорить, радовались мы и уверенной победе сборной. Она завоевала 62-килограммовый кубок мира. Радовали нас и блестящие победы Ирыгина. Он выиграл во всех поединках. Но все-таки самым счастливым днем там, за океаном, был тот, когда из Красноярска пришла телеграмма о том, что у Ивана родился сын. Все хорошо, лучше не придумаешь. Но мы волновались, успеет ли Иван подготовиться к чемпионату страны. Изнурительные схватки, многочисленные полеты по городам Америки. Как это все отразится на спортсмене? Он вернулся в Красноярск менее чем за 20 дней до открытия чемпионата. И сразу же попал в заботливые руки своего тренера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Надо было срочно восстановить форму. Настроиться на победу над Гулюткиным. Только на победу. Ведь для Ирыгина это была первая возможность завоевать медаль высшей пробы у себя дома. Тренировки, тренировки, тренировки. Как скорый поезд промелькнули последние дни подготовки. 22 июня на центральном стадионе имени Ленинского комсомола состоялось торжественное открытие чемпионата. Шесть лучших спортсменов, чемпионы мира, олимпийских игр выносят государственный флаг страны. А поднять его поручено олимпийцам Роману Дмитриеву и Ивану Ярыгину. Времела торжественная музыка, звучали слова приветствий, а они, Ярыгин и Гулюткин, стоя рядом в строю, наверняка уже думали о предстоящем поединке. Да, такого еще не видел Красноярский стадион. Схватки шли одновременно на четырех коврах. Только успевай следить. Красноярцы понимают толк в этом виде спорта. Но никто не скрывал друг от друга. Все ждали выхода Ярыгина и Гулюткина. Чемпиона 20-й Олимпиады и трехкратного чемпиона Европы. Но, довольно воспоминаний, начинается второй период. И начинается, как видите, довольно бурно. Активизировались борцы, особенно Гулюткин. Есть в его богатом арсенале один прием. Вот он, сейчас его начинает. Захват рукой снизу за предплечье. Не останови Гулюткина вовремя. Считай, что ключ к чистой победе в его руках. Многие проигрывали, попавшись на этот прием. Среди них был и Ярыгин. Сумеет Иван освободиться из этих объятий? Отлично! Вместе, впервые за всю историю Олимпийских игр, Иван Ярыгин все свои поединки завершил чистыми победами. И все разными приемами. А результат один. Соперник плотно припечатывался лопатками в ковру. Пополняется арсенал приемов красноярца. Что и говорить, каждая схватка с таким соперником, как Гулюткин, Это и урок, это и труднейший экзамен. Последний период из девяти минут чистого времени. По-моему, Ярыгин готовится атаковать Гулюткина. И атаковать собирается его же приемом. Вместе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сомневаться в своем воспитаннике ему приходится редко, а вот волнуется он всегда, и когда, как секундант, сидит возле ковра, и когда Иван выступает вдали от родного дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...